Тарасий, заболел что ли? 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 Да был камерой, кто читать такой? Да ладно. Надо позвонить ему? Да не, не надо, раз не взял, значит. Немножко, да, как бы, чуть-чуть, можно сказать, само можно. Ждем батюшку? Да, конечно, конечно. Ну, помолимся мы, давайте, давайте. Да. Старю небесный, утешителю души истинной, И в железде сын, и вся исполняет Сокровища благих, и жизни подателю И в железде сын, и очистены от всяких скверны И спасти блажей души наши Господь наш Бог, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя Прибудь с нами, благослови наше сегодняшнее воскресное собрание Соблюди нас в Твоей истине, Господи Соделай нас горячими, но не тепло-хладными Чтобы мы не выйти извернутыми из уст у них Тебе слава воссталаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и всегда и во веки веков Аминь Вена, очки дай Меня бояться не надо Я не сразу, не сразу кусаю Кто-то и боится Если боится, не так и боится Не знаю, нету, может куда-то в другую месту Если тебе короткое, если у кого-то, если я адекватный А не это? Лена, не это? А, это что? Я вот не боюсь, не боюсь Кроме Христа Ну, пока за крайнюю поделим Без вас, конечно, не побеги Ну, иди ваше Ну, иди ваше Куда она пошла? А в черном ходить? А юрка двойная Так это, Фрося Фрося Да она не хочет сама Да, она говорит, что болеет А, болеет Ну, добро, болеет Не важно Спасибо, что болит сзади Не хочу, чтобы я вам Я тебе подчиняю Я тебе подчиняю Сергей привез, а он уехал сейчас. Итак, Евангелие от Луки, читается с 25 по 37 стих, 25 и 28. И вот один законник встал и, искушая его, сказал учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Толкование, блаженый Филат. Законник этот был человек хвостливый, очень высокомерный, как оказывается из нижеследующего, и сверх того коварный. Поэтому он приступает к Господу, искушая его, вероятно, он думал, что уловит Господа в его ответах. Но Господь указывает ему на тот самый закон, которым он очень надмивался. Смотри, с какой точностью закон заповедует любить Господа. Человек есть совершеннейшее из всех творений. Хотя он имеет и нечто общее со всеми ими, но имеет и нечто преимущественное. Например, человек имеет общее с камнем, ибо он имеет волосы, ноги, а они бесчувственны, как камень. Имеет общее с растением, потому что он растет и питается, и рождает подобное себе, как и растение. Имеет общее с животными, бессловесными, потому что имеет чувство, гневается и походствует. Но, что возвышает человека над всеми прочими животными, он имеет общее с Богом, именно разумную душу. Поэтому закон, желая показать, что человек всецело во всем должен предать себя Богу, и все душевные силы пленить в любовь Божию, словами всем сердцем, указал на силу более грубую и свойственную растение. Словами всею душою на силу более тонкую и приличную существам, одаренным простою. А словами всем разумением обозначил отличительную силу человека разумную душу. Слова всею крепостью мы должны применить ко всему этому, и ближнего твоего, как самого себя. Закон по причине младенчества слушателей, не могший еще преподать совершеннейшее учение, заповедует любить ближнего, как самого себя. Но Христос научил любить ближнего больше, чем и самого себя. Ибо Он говорит, никто не может оказать больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Итак, законнику говорит, правильно ты отвечал, поскольку ты, говорит, подлежишь еще закону, то ты правильно отвечаешь, ибо по закону ты верно рассуждаешь. Ну вот, еще читать очень много. Очень много еще читать, тут листами читать. Ну все толковали на сегодняшний день. Да нет, тут еще много, я говорю, еще листами читать, несколько листов. Ну вот, глядите, с 29 по 37, раз, ну вот, два, ну еще не меньше двух листов с лишним. Там толкование еще Игнатигнович комментарий дает. Может, комментарий почитаем? Да, ну тогда, батюшка, ты говоришь. Тяжко тогда. Тяжко, ты говоришь. Тяжко, ты говоришь. Тяжко, ты говоришь. Во вторник заговорня на прождественский пост. Так бы в среду, но в этом году не повезло. Среда после, если был бы в четверг, то бы в четверг. Ну какой-то день был бы, не поздно, когда бы. А то, видишь, мы прощаем. На день и раньше пришло, за конец. Но в этот пост разрешается вкушение рыбы, конечно, в форме среды, пятницы. Вот там до 20 декабря по старому стилю. То есть за пять дней до Рождества прекращается, значит, не разрешается. Вот так, следующий мой приезд будет, значит, через воскресенье. Следовательно, воскресенье будет первого, потом, нет, седьмого будет, седьмого. И дальше будет 13-14, значит. Кто там в этой неделе, готовьтесь к исповеди, к причастию. Ну, что, скажу такую, значит, у нас было такое событие в потеряете, что нам даже, невзирая на 40 градуса мороза, люди едут на жительство к нам. Сороковка была, да? Да, 40 было, ночью было 40 градусов, 42 даже. Люда говорит, ну, пусть там, может быть, на 2 градуса, на 3, значит, соврет градусник. Но около 40, скажем так, было. Как забыл. Хочешь не соврать. Вот. Но было больше. На градуснике было больше. Вот. Это была среда. В среду я в 2 часа вышел рынку прогулять. Это рынка у меня собака. Ну, понятно. Прогулять я всегда и в это время после обеда по обеду, и там выведу я недалеко, она прогуляется, и обратно завожу ее. В сарай она у меня живет. Только вышел за ограду, смотрю, от Янчаков идет какой-то человек, большой рюкзак у него выше головы, такой, за плечами. Идет ко мне. Отец таким. Ну, я остановился. Благословите. Бог благословит на добрые дела. Я к вам приехал. А кто ты такой? Я что-то тебя говорю не знаю. Что-то ты мне не знакомый. Я с Москвы приехал. С Москвы приехал. А как, тебя кто-то, значит, сказал, кто пригласил? Нет. А кто тебе сказал? Мне сердце мое сказало, что надо ехать сюда. Здесь сможешь ты обрести, значит, спасение, покой. Ну, я говорю, Артем, как тебя зовут? Артем. Зовут меня Артем. Быков Артем. Я говорю, постой минут пять здесь. Я сейчас не могу вернуться назад, потому что я только вышел, и мне уже нельзя. Собака на пределе, потому что ей надо сделать свое дело. Подожди, говорю, пять минут сейчас. Ну, я пока шел, и Люда сзади его стоит. Венчук. Она шла. Ну, потом я, когда пришел, завел собаку-то, и заходите теперь, говорю, домой. Матушка дома была. Заходит, он, значит, снимает рюкзак этот, сам такой посиневший, дрогнувший. Ну, снимаю, завел к печке, здесь его посадил к печке, Люда. Кто ты будешь? Я вот такой Артем Викторович Быков. Сколько тебе лет? Сорок два года. Так ты... Поехал как? Тебе кто это благословил? Меня Бог благословил. Ну, а кто тебе подсказал, что ехать сюда? Сердце мое подсказало ехать сюда. А как ты узнал? Отец у меня смотрел ролики и нашел ролик про вашу общину, показал мне. И мне сердце сразу подсказало, что надо ехать туда, на жительство. А ты сейчас откуда идешь-то? Я говорю, что на улицу откуда идешь? Я иду со станции. Я говорю, какой станции? От станции Ребриха 34 километра. От Корчена 22 километра станция. От какой-то станции 22 километра идти, если ты с Корченой? Нет, я здесь, которая ближе станция, вот она не так далеко. Какая станция? Здесь нет, здесь есть у нас там остановка. Вот я оттуда и иду. Да там же нет вокзала, никого нет. А ты когда приехал? Пол-двенадцатого. Ночью пол-двенадцатого. Он с Барнаула ехал. Пол-двенадцатого приехал. И где ты был? Я на вокзале был. На каком вокзале? А там нам поставили, он называется теневой навес. Так, теневой навес. То есть как вот автобус, только там крышка и это. Но мы потом еще ходатайся, нам сделали, со всех сторон зашили его. За куток, да, короче? Ну да, зашили там этим, ну сейчас там железом-то зашили, оставили, и только дверь выходит. Теперь мы можем хоть от ветра и от дождя нам можно спасти. А не от мороза. Какой мороз? Дверь открыта, все там. Ну там скамейка есть, какой? Попробуй. Попробуй отдохнись. Я говорю, да как это так? Я не могу ничего сказать. Я даже, как ты это? Ну я там, а где ты как? Ну я там лежал, где? Ну там есть диван, это... Оптимист. Там скамейка. Я с диваном сказал. Так я говорю, подожди, брат, мороз-то, поскольку... Ну у меня спальный мешок был. Вот, я зарез в спальный мешок, и чтобы не замерзнуть, я глубоко дышал. А как глубоко? Я так... Вдыхательную гимнастику делал. Дышал глубоко. Ну нос он отморозил нож. Обморозил нож. Потом там матушка ему спасателем мазала там. Что там это? Давай. Да... Я опять, опять... Ну как это? Ты же мог замерзнуть, понимаешь? Ну нет, я не мог замерзнуть. Я вот это... И он это значит, представьте, я там он приехал полдвенадцатого. У нас только расцветает в девять часов. Лов, это десять часов он. Десять часов на морозе. Я ему говорю, ну батюшка, когда с Богом? А вот пишется в книге, как вот там отец Арсений, ты их посадили, с арсунентом холодным, они там и сказали, что замерзнут. А они оказались не замерзли. То есть его согревало. Он верит, что его... Вера, вера согревала. Вера его согрела. Вера, и он не замерз. Я говорю, ты нам бы опять... Уже два трупа-то есть, как бы на нашей ехали. Один с Новосибирска ехал в те годы еще, Владимир его звать. Вот, с Академгородка. И он слез где-то там еще, не доезжая, в Черепаново, на посевную, и куда-то пошел на Рождество. Его нашли только весной, когда поля стали пахать. Нашли его. Второй в прошлом году было зимой. Какой-то казак, кто-то где-то его видел, сказал, что он шел бы-то в Потеряевку. Слез он на трассе на автобусе и кишком до Панова дошел. Оттуда по этой, шел по линии, его паровоз сбил. Это не зимой, да? Зимой, это было зимой. А что они все зимой-то? Это тоже зимой было такое. Что их зимой-то? Ну, дальше больше с ним, что здесь, давай отогрели немножко. Я его там покормил, сел его, покормил. А у нас в четыре часа в среду всегда молебен с Акаписом. Акаписом, сестра Дига, Боже Михаила. Ну, я еще поговорил, что с ним очень, это, ты женатый? Да, был женатый ребенок. Я мог, все документы он показал, все документы, зафиксировал люди документы. Паспорт там у него, там, и медицинская книжка у него, там, и все, там, и военные билеты, и зарубежный паспорт. Даже есть новенький, никуда не ездил еще, это, выписал там, все, все у него документы там есть, это, вот. Ну, проверили все это документы. Да, жена, но мы с ней развелись, а вот, уже я, значит, сыну девять лет. Ну, что-то, почему, какой повод так разводу? Ну, как-то, что-то там, это, духовное. А сейчас ты женатый? Да, женатый. Я говорю, а как ты, а то я с той женой, ты бы регистрирован, да? Да, регистрирован был, я ей элементы плачу, 20 тысяч в месяц, ей элементы платит он, да. Вот. Ну, и, а сейчас ты, ну, сейчас у меня духовная жена. Я, как так, я такой не слыхал, говорю, сейчас говорят, есть гражданские жены, но чтоб духовная жена. А где вы регистрировались? На небе. А кто вас? Я опять, я не знаю, как, что ей говорить-то даже. Ну, а в церкви ты венчался? В церкви нет. Вот. Мы духовно, мы пред Богом венчались. Вот, и все. На странице. Да. У ней двое детей. Вот. Я говорю, дети-то у тебя есть? Но. Нет, ну как нет, я в паспорте увидел сын. Ну, это он был, это у меня не духовный сын, а у меня сейчас двое духовных детей. Женщина с детьми, значит, духовные, духовный брак. Ну, что-то вот такое, говорит все это. Ну, ладно, я, это уже, не добьешься ничего. Там мой отец, брат у него есть, старший брат. И здесь, в это время звонит телефон, кто? Он, это папа мне звонит. Я говорю, давай-ка я поговорю. Отец звонит. Так, кто? Отец Аким, да. У вас? Да, я говорю, вот. Живой он. Да живой, говорю, Виктор Иванович, живой, говорю, он мог замерзнуть. Вот. Мы обнаружили бы его только в субботу утром в 4 часа. Не в 4, даже в 15 минут в 5, потому что я в субботу утром приезжаю. Мы бы его обнаружили только в субботу, потому что до этого никто на вокзал-то не ходит. Я говорю, вот так вот, ну что-то вот будет. Ну, как-то бы вот там это, что, если что-то там он это и сдержит, что, вы мне позвоните, я вам сразу вышлю там это. Что-то насчет денег, то ли, ничего-то отец там. Вот что-то нет, засоветился, нет, мне надо ехать здесь, все, вот он работал у брата, а у брата, у него фирма, у брата какая-то технологическая фирма по компьютерам. Какие-то надо разрабатывать технологии. Он говорит, что он разработала их на фирму, разработала какую-то технологию, что сейчас ей пользуется по всей России, говорит. У него большая там фирма. Он работал у него, говорит, в месяц зарплата была 90 тысяч, он по компьютеру тоже. Вот, ну, нет, что-то, говорит, засоветился. Вот он пошел, куда? Я пойду в артисты. Ну, в артисты он там побыл, спортер где-то устроил, хотя артистом быть не получилось, значит, ушел. Я пекарем буду, да, пекарем, хлеб печь. Пошел где-то на какой-то хлебозавод там устроился, ну, там сразу, что ему, сразу булки петь, нет, конечно, там мешки грузить. Месяц кое-как отработал, нет, это тяжело там, это, там мешки с мукой надо носить и все. Устроился в небольшую пекарню, ну, большая пекарня, там он 20-30 тысяч больше не заработает, значит, мало. Ну, и вот он увидел, вот сплошил, мы, я говорю, не езди, не надо, надо, это, нет, это все, уехал. Он, все, полностью там книги, там вещи, еще он вещи оставил на станции, как и вещи оставил там, на вокзале на нашем, где-то, фальный мешок там, и он пришел где-то уже полу второго только, наверное, в деревню там. Один раз зашел, потом что-то вернулся назад и опять пришел. Благо там был след тракторный. Игорь день раньше ездил в Хатниково, отвозил лесовоз, в лесхозе брали лесовоз, он лес привозил и не отвез вовремя. А часто пришлось, и он слез, и он по этому следу-то, по тракторному пришел. Ну, после этого мы там собрали занятие, такое, как небольшое собрание, чтобы, ну, и кто-то вопросы, какие-то, ну, вопросы те же самые, что я ему задавал, то, и он отвечал то же самое, говорит тихо, совсем там, погромче говорит, погромче ничего. Я говорю, вынарушил весь устав, какой есть, ты мог, раз ты компьютерчик, я говорю, компьютерчик, ты мог, зайти, а ну-ка я проверю. Ты как нашел место? Я по интернету, там мы нашли карту, он точно высчитал, где, тебе кто не говорил, как ехать? Нет, я сам рассчитал, что это, где ближайшее, я нашел, значит, ну, а сейчас можно найти. Мне племянник показывает, хочешь посмотреть, говорит, свою деревню, раз нашел, я вижу, мой дом стоит, улица наша идет, где храм, где пруд, какой пруд, где, все, видать, прямо вот, где железная дорога проходит, разъезд, только сверху это, как бы. Когда сфотографировали, непонятно, да? Да, удивительно это, я никогда не видел, пока, и вот все, то есть он это все, раз это, он приехал, прилетел на самолете, потом от Барнаула узнал, что поезд идет вечером, ему раньше, он узнал, что автобусы, он на автобусе доехал до Ребрихи, до села, от села на такси до станции доехал, а там на станции-то смотрят, там поезд, он один же идет, я не понял все, он так же поезд идет, только в Сребрихи в 11 часов вечера выходит, к нам приходит 37 минут, то есть он идет от Ребрихи, там стоит в Паново 37 минут, даже не 30, там меньше, полчаса, там он еще пока стоит, отправляется, он приходит в 11, где-то 10 минут он в 12-го уходит. Он решил идти пешком в Сребрихи, спросил, а сколько километров, там 34 километра, ну далеко, далеко, нет, вот он сдал поезды, на поезде, полдвенадцатого он приехал, ну что, мы здесь, значит, я его вечером-то еще покормил, покормил его, такой, значит, случай еще интересный, я печь что-то затопил и ставлю там, в кастрюлю поставил себе там варить кашу пшеничную, а здесь же на плите разогреваю собаки с кошками, вот, у меня, я сварил такой там из-за отходов каких-то, как холодец, в кастрюлю потом кусочек врезаю, чашки там растаял, и там добавляю сухарей там чего-то, и картошки даю собакам. Я говорю, ну сейчас будем ужинать, а батюшка, я не буду ужинать, я говорю, почему не будет, а я мясо не ем, я говорю, а чего ты взял мясо, сегодня среда, но вы вот мясо, да как-то я говорю, собаке варю мясо там, я говорю, а кашу пшеничную будет, кашу пшеничную буду, ну вот мы, мы поужинали, помолились, и я здесь еще поговорил, сказал, что, а до этого, еще когда днем, я сразу говорю, ты должен уехать, взял у него паспорт, отдал Люде, деньги есть тебе, есть деньги, дай деньги на билет, дал деньги, Люда ему взяла билет до Барнаула, вот это же вечер его, летом, если было летом, мы тебе, говорю, сразу бы, я только тебя покормил бы, и сразу бы отправил на трассу, но сейчас зима никуда не поедет. Билет она ему взяла, я ему говорю, все, ты поезжай домой, хочешь, вот тебе там и визитка, ему Алешка этот, красные Евангелия, 4 Евангелия принес, вот, читай, читает мало, больше Ветхий Завет читает, значит, вот. Да, не знаю даже, нисколько Евангелий, если ничего, когда ты стала верующим? Весной, весной уверен, поверен, ну и все, я говорю, вот, занимайся, вот тебе сайт, выходи, там, вопросы какие задавай, получишь ответы, познакомимся, когда ближе что-то, познакомимся с родными своими, вот, тогда от них мы не принимаем, только если с женой, только не с духовной, мы, таких у нас нет духовных жен, вот, только с настоящей женой ты приедешь, вот, а с духовной мы не принимаем, мы не столь духовные здесь, поэтому не надо нам духовных жен, да, мы все браки, у нас регистрируются на земле, но Бог заверяет их на небе, заверенный Богом на небе. Вот так, ну и все, мы поужинали, я его, куда ложись, никто, после собрания никто, все ушли, ну куда, я уж не выездил, давай, куда, у меня, ездит, дом-то большой, а положи человека, и второй этаж зимой холодно, там, там нельзя, он не отапливается, там, четыре места, там, как гостиница у меня, на зимой нельзя. А печь? Какую печь? Печь, она не топится, мы только топим, где трапезная, там, там не то, там тоже холодильник, мы так держим до нуля, если чуть пониже, я там протоплю немножко, чтобы поделиться. Не совсем, непонятно, да, да, да. Ну, я стон, у меня был как-то надувной матрас, когда-то я покупал, давно уже. Вот, тогда с кем, Алексей помогал мне вроде купить его, где-то, такой. Он, ну, я в коробочке такой небольшой комнате лежал, ну, я достал его над дулемой, я его возле печки здесь трапезной положил, там комната я и матушка в комнате, значит, ну, и все, я его положил здесь, завел бытийник на три часа, там, в четыре выезжать, уже все ему наказал, чтобы ехал никуда, домой. А в этот же день отец звонит мне, а нет, это на другой день утром, отец звонит, нет, в этот же, в этот день, когда он ехал, в четверг уже, в четверг, мы его в среду вечером проводили, на утро в четверг, отец звонит и благодарит меня, очень благодарит, благодарю, что вы так вот это, что оттаяли, все его, что дали, батюшка, значит, все объясняет о нем. Он, говорит, учился хорошо, институт закончил с красным дипломом, какой-то институт он, я не спросил, что там, ну, по этой. Потом, говорит, поступил в аспирантуру, учился, говорит, не доучился, бросил, вот такой, говорит, простой, говорит, все, говорит, он, говорит, дома что было, все, говорит, раздал, найдет каких-то бомжей, говорит, где-то и все, говорит, отдаст зарплату, все, сам, говорит, ни с чем. Нашел, говорит, какого-то котенка со сломанными ногами, там его что-то ноги переломало Он, говорит, его взял в себе, принес, нет, понес в ветеринарную эту клинику Лечить его, операцию сделали Ему лечение этого котенка обошлось 20 тысяч, говорит Ну понятно Заплатил за котенка Сейчас, говорит, ходит, говорит, нормальный Вот такой, вот такой Блаженный Блаженный Может за это Господь им удастся и берли Блаженный, он говорит, сердце подсказывает Я говорю, сердце тебе подсказывает, но головы-то у тебя нет совсем У тебя как ты, на голове, на этой причастке Ты мог бы, сердце подсказал Ну-ка, я проверю Кто мне через сердце-то подсказывает это Кто тебе подсказывает Ну Я говорю, ты можешь помолить Тех мы молимся всегда Мы не знаем твоим, не молимся, Господи Избавь нас от искушений Спаси, сохрани от злых, беспорядочных людей От всякой напасти нас сохранить Это же напасть, если ты бы замерз в прессах Для нас это напасть какая бы была Начал бы слезть все там Кто да что да как вы это Я говорю, если мы кого-то приглашаем То мы с вами сговорим, когда Кто встречать Едем, теплую одежду берем Но зимой у нас мы даже родственников никого не приглашаем зимой Где жить? Да, где жить? Да мне много не надо, мне два метра А там Валя говорит, ну два метра только на кладбище А где ты работаешь? Я говорю, вот тебе сердце подсказало Ты приехал, хорошо, это допустится Ты по сердцу Но тебе сердце почему не подсказало? Как ты доберешься? Он приехал в ботиночках в Барнауле Я уже купил такие сапочки теплые Купил в Барнауле уже А так в ботиночках приехал Я говорю, а у тебя, когда продолжаем Рукавицы-то есть? Есть у меня руковицы Ну-ка покажи Показывает перчатки А перчатки такие, вот знаете, они С пупырышками Вот так надеваешь, здесь пальцы гола А это здесь Потом раз, закрыл Это вот что там, деньги считает Или что там? На компьютере, чтобы зимой Я говорю, ты в этих перчатках и ехал Ну и как Ой, я шел Я говорю, так у меня руки мерзли Сильно прямо Они тоненькие перчатки Я говорю, спрячь свои перчатки Я ему дал свои там теплые перчатки Рукавицы дал теплые Чтобы его там Алешка ему ватные брюки надели на его Вот Одни брюки Надевает куртку И куртку надевает Футболочка без рукавов И куртка просто на это Надевается Так он из Москвы же ехал Сейчас там плюс Где? Ну из Москвы ты ехал В Сибирьке Я все равно Вообще Я говорю, как ты так? Закомпьютеризировал Ну вот такой вот Ну и ладно В обед звонит где-то Мне отец его звонит Благодарит Это в четверг уже Батюшка Благодарим, что вы Так его Вот все Что проводили там Если будете когда здесь Всегда приезжайте У меня есть где остановиться Свободная комната Что будет ваше Все там Ну значит это Ну и все И он сказал, что взял билет На поезд Барнаул-Москва На 136 Он уходит Пол первого Ночи Уходит Взял билет Позвонил Ну что, взял билет Ну и все Я говорю, как он приедет Вы позвоните мне Скажите, что он доехал Все-таки Ну а на другой день В пятницу То я Думаю так сейчас Ого время Сейчас 12 часов Вот по-нашему Сейчас 11 Сейчас он через 2 часа Уже должен быть в Омске Я так думаю Сейчас позвоню Узнаю, где он Только я понял Смотрю, звонок Незнакомый Я беру Кто это? Это, батюшка Я, Артем Ты где подъезжаешь? К Омску подъезжаешь? Нет, я в Барнауле Как в Барнауле? Так ты же билет взял на поезд Взял И что? Я сдал его А почему ты сдал? Ну я здесь на работу Устроился Вот Там это Где-то в общежитии Кочегаром Что-ли Печка Такий И мне Жилье предоставили Видать там Комнат Дали Мы с тобой говорили Что ты должен поехать Ну Мне Опять сердце подсказало Что мне А дальше что? Ну я до весны А весной А весной что-то будет Но весной я хочу к вам Нет Я тебе же объяснил Что к нам по хотению Не приезжаю А только по приглашению По хотению И приглашению Разные два слова Понимаешь ты или нет? Мы тебя не знаем Люди спать А там Матушка что-то ящик забрал Моток остался Я говорю Может у меня молоток же там остался Она потихонечку Молоток взяла себе Под подушку А только что Вонять можно Молоток Что там Понять можно Спрятал молоток Ну да Ну вот такое значит Где он сейчас Я не знаю Ну в Барнауле Наверное Этого я не стал Потому что Ничего из этого Нарушил Не будет Смотрите Игнат Ихович К вам еще придет Что будет Нет он не придет Я думаю Что он не придет Он не придет Кто-нибудь подскажет Он подумает Что-то там Ну вот такое было событие Такие к нам еще не приезжали Приезжали всякие Приезжали к нам такие Что после заключения Приезжали Мне говорит Ничего не надо Игнат приехал Мне ничего не надо Мне только крыша на голову Из ротва Чтобы была А то ты говоришь Тебе может быть еще Кого-то тепленького Подбок Да Это неплохо Корову Такие были Провожали мы до Разъезда Сразу тут же Давали там Кусок хлеба Огурцов все наложили И до разъезда Провожали Один приехал Мы как раз В эту Печку Игнатий Тихонович Ложил у меня Русскую печь А я пошел В старый дом Туда Надо было что-то Колочник Или что-то найти Смотрю Идет человек Скажи Где мне батюшку найти Я говорю А зачем тебе батюшка Ну мне нужен батюшка Ну Ты говори Я скажу Ничего я тебе говорить Не буду Мне батюшка нужен Ну я говорю Подожди Сейчас я сходил Нашелся И идем Туда Я захожу И Игнатию говорю Там человек приехал Со мной разговаривать Не захотелось Хочет Ба Я сказал У нас к батюшке Так не попадешь У него секретарь По какому делу приехал Что просто так что ли Ну а там была Погода такая мрачная А Игнатия Своих там работники Были У меня Виктор Этот Приханов С Новоалталь Помните его Андрей Доробот Андрей Кустинов И они все были одеты И это им дал Чтобы они в шинелях Они в этих Гимнастер В кительях Там и в пилотке У них все боятся Ну и он вышел С ними разговаривать А он Ты кто? Он говорит Ты покажи мне Свой паспорт Ты пришел в мой дом И с меня документы требуешь Ну и он Ребята Так Ребята Приказ вам Срочно его до разъезда Проводить Если будет сопротивляться Тут же вызовем Подкрепление Там Боли Милиции Что Ну они его Взяли Виктор Плеханов С одной стороны Андрей с другой А Дробот Сзади Он что-то только Оглядывается А Андрей его Слыш Ну вывели За деревнем Покажет Вот прямо дорога На разъезд Смотри А он говорит А вы что так Ну а ребята Там что Мы специально Нас дистант Забросили сюда Очень важное дело Секретное дело Так что ты Сюда не возвращайся А то надолго Тебя задержат Ну и проводили Такие были случаи Еще приезжали Другой летом Приезжал Уже Сергей кажется Его зовут Сергей Сукраин Ну да Анвокат Приехал первый раз И прямо пошел И ушел на урывок Игнатов Игнатов Ушел на урывок От нас здесь Ну значит 15 километров От разъезда Но это не зимой было Летом Летом Прошел туда Там уже стал искать А там ему направили Это говорит Не сюда Вот иди туда По дороге Он тогда пришел Но это летом было Вот такие То есть Разные Приезжали Может кто-то Где-то его и встретите Вот Он еще Когда Ребята его провожать А Алеша пришел Говорит Так Мы тебя отвезем Говорит А стоит у нас Тысяча рублей За снегоход И прочее Он раз А у меня денег нету Это У меня только на этом На карте На карте Деньги-то там На телефоне На карте Какая-то Деньги-то Наличных нету Больше Но Я Батюшка Я тебе можно На телефон Я говорю На телефон давай Он что-то не работает Интернет Не работает Не смог Я говорю Только доеду до Барнаула И сразу вам вышлю Ну ладно Вышлю Тем более Мы с отцом уже Как бы познакомились Правда Я утром Он 7.20 Поезд приходит По 8-го утром Приходит смс Тысячи рублей Он я перечислил Интересно Видно что Такое Если с каким-то там Уземумусом То бы По-другому бы себя Как-то это Вел Это Вот такое Было Ладно Какие вопросы Есть по этому Фамилия Быков 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 Артем Викторович Живет Город Пушкино Пушкино Там от Москвы 30 километров Город Пушкино А что насчет Волопы Скажите Вот тут пакет лежал С аппаратом Алмак Кто его забрал А? Пакет или коробка Вот тут пакет лежал И аппарат Алмак А вот оно Что вы туда Свост таскаете Было занятие Двинулись Какие вопросы Есть Значит я Что еще Хочу сказать Я Никогда не смотрел Ролики Которые здесь Записываются Потому что Не на чем было Смотреть у меня Я только от людей Еще слышал Что было Что было Позвоню кому-то Что было на собрании Ну то-то То-то было А здесь Мне Алексей направил Этот И я там Попросил Мне показали Как где включать Выключать И я Нашел Ну что Я Не очень Был Как сказать Печатлен А разочарован Был очень Просто я Увидел Здесь И для меня Это просто Вольно Я Слово Сказать Или не Сказать Об этом Ну Раз я уже Знаю Это известно Уже всему миру Поэтому Смотрел ролик За третье Ноября Когда была у нас Там Бракосочетание Было Таинство Бракосочетания Было Смотрел ролик Ну что Интересно Рассуждали Здесь Знаю точно Что Говорили о невесте Какая невеста Тот Кто ни разу В глаза Даже ее не видел Она такая Сякая Уже там И Вроде бы Мужа Уже Под каблуком У нее Теретьи Никакой Это подкаблучник Все Ничего у них Не будет Как так На каком Мусование Это Судить Ни разу Не видели Они такие Там И дальше Пошло Старобрядцы Такие Сякие Там Они Приводить Давай Там Все Я не знаю С какой Это целью Или с такой Целью Чтобы Никогда И она Ни разу Не приходила Она ни разу Не была У нас Общей И после Этого А мне Говорили Но я Не видел Это Я еще Сомневался Пока я Сам не увижу Я сомневаюсь Вот Так Или не так Было Это так Я только Одно С какой Это целью Было Кому Это Надо Вне Сумнировать Что Хотели Как К себе Расположить Их Чтобы Были Приняты В общину Или Наоборот Делать Чтобы Они Сюда Никогда Не Пришли У меня Немало Мне Говорят Что Вот Батюшка Ходит По уголькам Да Я Часто Хожу По уголькам Которая После Таких Пожаров Я Хожу По уголькам Мне Сколько Было С Ними С Отцом Нужно Было Поговорить С Сидит Девочка Подвинься Сюда Девочка Сидит Кому Сидал Подвинься Ах Ты Такая Не Ты Моя Я бы Тебе Так Приложил Так Помнила Бо Всю Жизнь Что Такое А Кто-то Здесь Я не Понял Гарри Сказали Какое Это Слово Сереги Что Ерничаешь Или Подкалываешь Что Она Сказала Я Не Понял Так Тихо Было Ну Я Думаю Что Этим Самым Дети Будут К этому Воспитателю Расположены Так Нет Конечно Нет Конечно С какой Это Целью Сказали Не знаю Я тоже Что Это Такое Я Скажу О себе Мы Когда Учились В Юношице Были На Квартиру Первый На Квартире Прожил Брат Два Года Дедушка С Бабушкой Даже Не Два Он Почти Три Два С Половина Года Учился Прожили Бабушка Верующая Всегда В храм Ходила Он Неверующий Был Курил И Воскресенье Он На Барахолку Только Ходил Иван Фадеевич А Она В церковь Идет Пелагея Петровна Вот Он Два С Половина Года Жил Потом Я Два Года Прожил На Квартире Потом Третий Брат Иосиф Тоже Два Года На Квартире Прожил У этих Людей И мы Так С ними Жили Что Я Когда В армию Пришел С армии Они Меня Встречали Все Говорят Это что Твой дедушка С бабушкой К поезду Пришли Понимаете Как можно Людей Сейчас Дети Смотрю Дальше Дети Такие Ваши Дети Такие На занятия Не ходят А почему Не ходят На занятия Вот этим Вопросом Надо заняться Почему Почему Студенты Любят Одного Преподавателя На руках Выносят Аудиторию А другого Не любят Почему Ну как-то Себе Это надо Знать Почему Это так А ко мне Многие Уже обращались И Родители Здесь Не надо Чтобы этот Преподаватель Был Потому что Другой Раз такое Говорят Да не может Быть Чтобы такое Сказано Было Я даже Не верю Часто Повторяете Рождение Свыше Я рожден Свыше А остальные Никто Рожденно Свыше Нет А апостол Павел Послание К ритмам Говорит Я Говорит Наименьший Из апостолов Я не достоин Называться Апостолом Потому что Я Гнал Церковь Христову То есть Я всегда В себе Этот грех Чувствовал Я Не достоин Называть А у нас Нет Я рожден Свыше Мое Рождение Свыше Да показать Это рождение Свыше Надо на деле А не на словах Дорогие Это на весь мир Идет Я встречаюсь С людьми Другие Говорят Ну что Вас Почему Это так Такое Ну зачем Это Даже если Сказать Да показывай Да самим Посмотрели А как мне Сделать По другому Чтобы это Было Дошел до того Слышал Там уже Разговор Те такие Да и батюшка У нас Никакой Договорились Батюшка Никакой Ну я Не ставлю Что Я не такой Как другие Но Меня Рукополагал Истинно Рукоположенный Епископ Перед тем Рукополагать Он меня Исповедал Всю жизнь Мою От Крещения Он меня В детстве Крестили И До Того возраста Когда мне Было 33 года Рукоположил Меня Может быть Я по фигуре Никакой Или Как-то По вашему Скажем Меркам Вот такой Был бы Как я Вот тогда Был бы Такой Как есть А он Не такой Как я Но Это все Так и Не бывает Нас Говорят Вот ты Не такой Как Игнать И Тихонов Не такой Если бы он Были Я был Такой Как Игнать И Тихонов У нас У нас Ничего Не получилось А если бы Он Был такой Как я Тоже Ничего Не получилось А именно Так что Есть У нас И Получилось И деревня Есть Люди Живут Вот И И Две Общины Две Общины Да Поэтому Я не знаю Зачем Вы Это Делаете Такое У меня Конечно Как человек Это Неприятно И даже Обидно Где делается Что так Вот А мне Другие Даже Звонят Люди Батюшка Почему Так Ваш И так Вот Это На Ваш Дальше Еще Такой Пример Первый Раз Вот Это Как Рядом С тобой Тебе Как Имя Твое Евгений Евгений Говорит Евгений Как он Ходил Благовест Куда По Кровский Собор Ходил Благовест Я Сколько Раз Вам Говорил Вы Идите Благовест Благовест В Собор Не В церковь Идите Есть Развлекательные Центры Везде В Ленте На Новом Базаре Там Европа Такие Развлекательные Центры Идите На вокзал Зачем Вы Идете В храм Проповедовать Что Вы Настолько Рожденные Свыше Что Там Никого Нет Верующих Никого Нет Да И договорились Дальше Уже Мне Даже Это Повторять Неудобно Сына Не Могут Что Там Батюшки Что сравнил Даже Не знаю С кем Зачем Это Когда Апостола Павла Взяли И он В Синедрионе Говорит Слово А не знал Что она Не Правосвященник То он Говорит Ты Стена Подбеленная А на Его Сразу Ты Первосвященника Божия Поносишь Он Говорит Простите Я не знал Что он Первосвященник Почему Потому что Написано Начальствующее Там Не злословь У нас Нет Ничего Сколько Раз Я говорил Зачем Вы трогаете Какой Там Епископ Или Какой Священник Что Вам До Этого Нет Начинают А там Такие Священники Там Все Сравни Даже Сапсами Представьте Что Это Как Это Я Говорил Вам Вы Опытные Никогда Не Хочешь Зачем Вам Туда Идти Ведь Уже Был Пример Православная Выставка Где Продают Евангелие Библии Продают Разных Размеров Разные Там Это Все Книг Полно Продают Иконы Там Облачения Все Пошли Туда Благовес Да С камеры Нам Везде Разрешено Снимать Ну и Что Сняли Сняли На Двадцать Тысяч На Двадцать Или Тридцать А Так Да Выдав Ударили Разомали Камеру И все Иди Судись Нет Нам Везде Надо Знаете Оно Можно Где-то Но До Того Уже Это Другой Раз Так Думаешь Разбил Бы Камера Где Б Нет Даже Близкие Приезжает Игорь Я Говорит Уже Иногда Просто Не хочу Заходить Даже Только В дверь Уже Не Встречается Камера Я Шел Какие-то Вопросы Хотел Задать Посоветоваться Как Что Никого Сразу Камера Как Там У вас Что Говорит Понимаете Ну Вот Это Оно Хорошее Дело Это Больше Заботимся О том Как бы О нас Подумали Там Где-то Кто-то Чтобы Плохо Не Сказали А своих Ближних Мы Не Заботимся Теряем Своих Близких Теряем А где-то Чтобы Кто-то Нам Сказал Хорошее Да Тех Кто Там От этого Ничего Не Будет А Ближних Мы Уже Потеряли Несколько Еще Теряем Вот Так Ну Поэтому Вы Когда Делаете Ролики И кто Здесь Щипко Выступает Значит Потом Просматривайте Сами И Скажите Правильно Или Нет Сделал Какие-то Может быть Комментарии Кого-то Попросить Сделали Комментарии У нас Еще Другое Занятия Занятия Проводим Но Занятия У нас Напоминает Другой Раз Я смотрел Последнее За 17 Допустим Число Думаю Это Глаза Закрыл Бы Так Я сказал Это Политзанятия Проходят В красном уголке Где-то Начинают Разбирать Какой Гитлер Был Да Кто Лучше Гитлер Сталин Был Лучше Там Партия Какая Коммунистическая Партия Чего Ради Вы Здесь В храме Этим Занимаетесь Нас Храм То Не для Политзанятий А Слава Боже Сегодня Читает О Это Много Три Листа Читает Толкование А Говорите Вы У нас Занятия Проходят Собрание У вас Больше Чем Два Раза Почти Чем Литургия Проходит Один Только Говоришь Один Сказал Слово Опять Второе Я Еще Хочу Сказать И Дальше Опять Это Политзанятия Я прошу Вас Не надо Проводить Хотя Вы Все Не Послушаетесь Но Я Должен Сказать От себя Снять Это Вино У вас Есть Слава Боже Толкование Лучше Больше Читайте Чтобы Было В Пользу А То Что Вы Разберете Кто Был Лучше Гитлера Или Сталин Лучше Для Вас Какая Партия Это Ничего Вам Не Даст А Просто Только Так Вы Скажет Будто Я Знаю Никто 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 Я Знаю Это Другие Знают Только Просто Помалкивают Молчат Какие Вопросы Есть Еще Ко Мне Все Продолжайте Спасибо Христос Спасибо Христос Христос Как Христос Так Я К Тестру Противостать Я хочу Всем Сейчас Зима Ни грязи Никакой Нет Все у нас Чисто И по такому Морозу Идут Убирать Вы Идете Сюда А Приходите Потом Ко мне Я Должен Ключ Я Ключи Выдавать Не буду Не Ходите Если Уже Так Надо На Один Час Раньше Суббота Придите На Один Час Раньше Если Уж Так Вам Не пыли Такую Даль Идут И Здесь Воды Горячей Нет Я Вчера Посмотрел Ну Прямо Не знаю Как Давайте Договоримся Без Со мной Договор Чтобы Вы не Приходили Чтобы Я не Переживал Такие Морозы Конечно Однако Пришли Вчера Позавчера Они Приходили В пятницу У меня Не то Что Болею От Этого Не Не Заходите Даже Не дам Ключи Больше Позвоните И Пришли Бедикам Смелее Какая У нас Пуль Где Все Ключи Прекрасно Одеты Чистый Снег Не Считай Я там сейчас Рыль они Маленько Где-то Есть Чего Тут Убирать И начинают На улице Там Быть Даже Боюсь Они Половички Трясут Зачем Не делать Это Кто против Сразу Чтобы Я Занялся Нет Надо Убираться Игнатий Тихонович Было Очень Грязно Пропустили Несколько Грязно Не Надо Не Надо Пока Раз Месяц Хотя Б Прийти Ну Я Две недели не Были Я скажу Ну Сейчас Раньше Придите В субботу Чтобы Не специально Ходить Ну Приди на день Сейчас Я не знаю Что Делать Даже Холод Добывает И вода Мокрая И все И поскользит Все В общем Ясно Сказал Ясно 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 Я хочу Знать Кто не согласен С этим Отдельно Разговор Буду Вести Я Насмотрелся Понимаете У меня есть Как смотреть Я вижу Как Я болею Просто На вас Глядя Там Кошки Сейчас Нагадят Я Еще Скажу Мы Посмотрели Как То В интернете Там Все Есть И на Север И здесь За Оленями Как Они Ходят Шкуры Обтянут Оставят Видели Как Юр Ты Делаете А Тоже Снег У них Как Палки Рядом Ходят Мороженые Кусты Где-то Найдут Че Там Найдешь И туда Кидают А сверху Там Чем-то Застилают И Едут Палкой Рукавиль Палкой Когда Рукавиль Удержать Не могу Дах Это Еще Север Вон Куда И Едут Они Через Урал Надо Перегнать Там Где-то Речки Это Все На Этих Нарках Переплывает Тянет И Вечером Опять Ставит Утром Встают Опять Размонтируют Опять Пока Доедут Сколько За День Можно Пройти Со Стадом Кормить Стадо Надо Не Просто Гнать Где-то А Продавать Только Там Куда Едут Я Поглядел И Сейчас Каждый День Молитву Включил Молиться За Северный Народ Это Невозможно И Стен Нет Ни Окна Нет Это Страшно Смотреть Даже Помнить Надо Это Кто-то Загорает Кто-то Замерзает А Кто-то Тонет Это Все Нам Должно Быть Близко У нас Вчера Такой Случай Был Батюшка Выходит Из Золотаря Что-то Звонит И Звонит Я Не Слышу Не Звонит Для Меня Туда И Кто-бы Мог Звонить Так Долго У нас Есть Кому Открывать Володя Рядом Куда Он Делся Оказывается Куда Делся Он Кого Принял Тот Человек Зашел Сюда И Запер Он Остался За Воротами И Теперь Уже Сторож Привратник Которому Он Оказался С обратной Стороны Ворот И Теперь Стоит Там Он Не Приготовился Ни Шубу Ничего Не Надел Изводит Не Открывает То есть Без Собрания Без Всего Исключили Членов Общины Батюшка В алтаре Там Слышит Пошли Володя Как-то Оказался И Кто Перекрыл Дорогу Ну Се 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 Вон Она Поднимает Руку И Скажу Что Она Абсолютно Правильно Сделала Он Не Предупредил Ее Она Зашла На Щекол Закрыла Как Я Учу Я Благодарю А Он Не Сказал В этой Суете Ну Тогда Надо Еще В окно Постучать Чтобы Слышно Было То есть У нас Вот Так Тренировка Идет Как Мы Выдержим Если Шингисхан Нас Накроет Здесь Нашли Добрые Люди И Распечатали Мое Сокровище В сайте Вопросы 4124 Вопросы Ты Можешь Помочь Взять Какую-то Тему Да Да Зайти Вот Сейчас У нас Уже Начала Помогать Нам Елена Сестра Наша Значит Очень Больше Много Делает А Там 55 Папок С одной Стороны Вячеслав Начал Грести Первая А Последняя Там Кажется Царь Что ли На эту Тему Там Определенные Вопросы В папке Взятые Из этих Ких Которые Лежат Здесь И у него Очень Хорошо Идет А Пупков С одной Стороны А Это Посередке Взяла Дети Папка Называется Дети Ну и Руководит Всеми Вещества Кто Может Прийти На помощь Это У меня Уже Лежит Больше Десяти Лет И Сокровищ Ну там Пойми где А это По отдельному Павлу Сразу Начали Смотреть Начитать Хорошо Проверить Надо Значит К Вячеславу Обратиться И он Даст Он Сразу Мне Звонит Договоримся Какую Тебе Папку Дать Размолотить Это Надо Повторяю Сколько У нас Сокровищ Есть Это Самые Наи Ценные Это Вопросы Которые Задавали В университетах Мне По Радио Милиция Вел Занятия В воинских Частях И все На бумажке А теперь Вот оно Все Здесь В этих Книгах Лежит Это Не Одна Книга 750 Страниц Уложено 38 Их Не 38 А 41 Там Еще В интернет Нельзя Огромный Материал Его Надо Даже То Чтобы Папки Сложить Это Заново Мне Пришлось Все Данные Книги Примолотить Я Думал После Моей Смерти Кто Займется Никто Я Заново Должен Было Все Это Выбирать Расхидывать Вот Такой Надо Экран Делать Ну Кто Может Так Ты Часа Узвонишь Так Сегодня Не забывайте Это Уже Ушло У нас Порядок В 4 Часа По местному Времени В 4 Часа В 5 В 6 У нас Занятия Здесь Сергей По интернету Ведет А в 4 В 7 Рулетку Выход Делаем У нас Уже Выходит Кажется 4 человека 5 Володя Вячеслав Этот Сергей Я выхожу Мне записать Еще кто-то Я выхожу Мне записать Нечем Я просто С телефона А нет Вот надо Так И он Потом Обрабатывается И выставляет Вместе В рулетку То есть Самое поганое Самое скверное Гнусное Место Это В час Рулетки Абсолютно Сплошная Матершина Ведь Один на тысячу Не матерится Только Увидел И сразу Матерками Я мусульман Лал Хабар И тоже Сразу Математикой Занимается То есть Матерками Я никогда Не думал Что у мусульмана Это уже Все разрушено От нас Матерки Я наблюдаю И я наблюдаю За ними Да не заходят Еще погреться Такие Сестра У нас Так Железные Все На сегодня У меня Ничего Нет Да Татьяна Татьяна И людям Матерки Матерки Господь В пятницу Матерки Ей собирала Как хорошо Что у нас Есть Вот эти Красные Новый Завет Там Хороший Так Это Самый Так Это Для нас С вами Хорошо Они То Читают О чем Читают Вы Ему Все Сказали Вот Об Эм Но Он Только Что Подвигся Что Теперь Пишут Объявления Что Проводится После Литургии Проводятся Занятия Все Ну Могем Господи Придем На занятия Это Что Вы Что Нет Помоги Господи Игнать 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 Хотелся К этому Добавить Вот Двое Перегородили То Другое И все Знаете Ничего Нельзя Сделать Это Не Так Но Вот Здесь Как Идете Мимо Коловальера Дорогой Вот Такой Высоты Ни Ступенек Ничего Нет Пирс Назвали И Операцию Какую Проделал Зашел В Организацию У нас Всегда Было Им Удобно В Магазин Она Повыше Оттуда Идут С коляском И Вылазят На Дорогу Обходят Вокруг Коллеги Все Не Залезешь Никак Неправда Значит Обдумался И начал Целую Операцию Пригласил Фотографа Волобуева С Алтайской Правды Людмила Анатольевна Венчук С ребенком И Чернявский Иван Семенович Навалит Отечественной Войны Они Приходят До этого Дошли Вот так Поднимаются Лезти А в это Время Фотограф Теперь В Алтайской Правде Логинов Знакомый Журналист Золотой Перо Это Губернская Газета А он Там Ночью В темноте Идут Люди Не видят Ударился Об этот Пирс И Что Люди Падают Ну И Стали Разбирать Сразу Мне Городская Администрация Запрос Это Статья Ваша Так Ну Мы Поговорили Сделали Это Я говорю Не Сделать А Убрать Так Теперь Газету Сколько Нас Закупили Каждому Депутату И Чтобы Городское Законодательное Собрание Краевое Разобрали Мигом Идете Сейчас И перила И закатывать Можете Ступейки А кроме этого Там Пантас Сделан Ничего Нельзя Сделать Вот Пожалуйста Но Сколько Это Надо Было Туда Сюда А В Другом Месте Батюшка Говорил Который Приходит Нам Тоже Один Пришел Скорченный Крепкий Мужик Прям Уже Темняются Сразу Точно Так же Его Скрутили Руки Ему Сзади Ноги Загнули И В это Время Большой Такой Это Бывает Кленовой Ремень Крутится Форман От Этим Кленом Руки Разнесли Ему И Отсюда Сразу Милицию Он Сюда Дорогу Забыл А Наутро А приехал На мотоцикле Мотоцикл Спрятали Он Наутро Знакомый Наш Близкий Как раз Алексей Семен Михайлович С ним Приехал Извинения Принес Он Не знаю Что там Угостить Как Мотоцикл Отдали Хоть бы И Полиция Ему Сказала Пока Оттуда Не будет Сигнала Что Тебя Простили Значит Тебе Разговор Будет Другой Калмагоров Фамилия Все Больше Ноги Нету То есть Нужно Кое Какие Меры Принимать Не Просто Бездействовать А А зачем Я детям Решил Показать Темняется Решил На рыбалку Пригласить Вот Нарыбачил Отправили Заправили И все Я говорю Тем местах А вот здесь Ветки Везде мешали Мы с Витем Взяли лестницу Как стемнялось Взяли ножовку Кажется Топор И вот Это вот Доленского проспекта Прорубили А ветки Там убрали Люди И все И больше Их нигде Не мешает То есть Что-то Где-то Надо делать А то Ити нельзя Веточки Их лещут Это у нас Не один раз Уже На второй Строительной Я был Точно так же Ночь наступила Ночь наша Но мы и пошли Чистить А им некогда Просто нету Времени у людей А у нас Время свободно Я стою на остановке Каждую неделю В тюрьму И вот Возле Пушкинской улицы Там Магмария Рад Где идет Красноармейская проспекта Провалился Ну плавно Машина-то заворачивает Прямо почти на остановку А почему Такому это надо Неправда Я сразу Полиция Милиция была Связался И рассказал Все Чтобы выехали Посмотрели Иначе я буду Обращаться в другие органы В прокуратуру Пойду Через неделю Приезжаю Ровно Все загладили Несколько машин Асфальту Привезли Все кончилось Ничего нельзя сделать Это неправильно Если хочешь Изменить мир Начни с себя Можно еще Сказать Коротко Хочу сказать Что Я Обращаюсь к молодым Не к пожилым Если вы думаете Что О вас не знают О остальной жизни Вы сами себя выдаете Вот батюшка сказал Что Откуда вы там ее знаете Там Никто не знает Вы там о ней говорите Об этой невесте Я хочу сказать Что Она сама себя выдает У ней же есть инстаграм Такая Знаете Страничка В интернете И она там Выкладывает свои фотографии Зачем она это делает Она кого Раздраконить хочет Или что Вот Батюшка мне сколько раз сказал Вы для чего это делаете Вы кого хотите завести Она кого хочет завести И я теперь Я хочешь не хочешь Сажусь у компьютера И мне говорят Смотри Смотри Вот фотографии Этой девушки Которая будет Вот за этим Выходить за мной Да я не хочу Это что Она так И меня покажут Вот 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 Там эти фотографии Сто И ни одной фотографии Нет у ее Благочестивого Деяния Вплоть до Вот таких вот В штанах Там Джинсах Вот таких коротких Во всем есть Только нету Ни одной Накрашенной Из каких-то песенки Поет Вот так оголилась Что вы Сделали Ты передай Что мы это все видели А то Батюшка Это конечно Он сейчас Много может Наговорить И понятно И кое-что правильно Но это Он не видел Что они показали Ему Надо показать Вижу ее Подруга Добавлю Игорь Мне звонят А вы за своими Детьми смотрите Нет Что у вас делается Потому что Если убрать Этот пандус Тогда по-другому Стебу говорит А зачем Они уговорили Потеряю Один Тоже Так же Там У него Есть Где-то И он Собирает Женщины А женщин Там Разных И назвал Сисечки Это у него Как сказать Ролик Инстаграм Когда по уголькам Мы пошли По уголькам Когда пошли Батюшка Я иду После вас По уголькам Когда это Но мне Это скидывают Скидывают Не один раз Я не обратил Внимание Еще один раз Я обратил Внимание Что Поехал По Теряевку Пошел К родителям И стал Беседовать Сначала с ним Переговорил Это твоя работа Ну Ну да Ну Что ты Этим Хотел показать Эти женщины То ни копейки Не стоят Достиг Чего-то Ты Узнал Преподаватель Какие-то Нет Сисечки Это я Соте Грудью Открыто И то другое Ну поговорил Выйди на улицу Теперь я С родителями Начинаю Говорить Все убрал И мы С ним Стали Друзьями И он Помощник Мне теперь Такой Слава Богу Это все ушло И которые Там Прикали нас Все отошло Тут надо Тоже подойти Как Когда В какое Время Я говорил У меня Голубей Отравили Я принес Эту отраву И стали смотреть Что там было Где-то Мне выезжать Скоро Когда меня Стали спрашивать А где-то Человек За несколько Тысяч Километров Отсюда Он меня Вызвал на улицу И говорит Это я Травил Голубей Ваших И то Что там Поджигали Что вы делали Сваи И делали Загораживали От воды Сваи Это трудно Это я Поджигал А мы Ничего Не делали Только Молились Господи Обращаюсь Собрание Было Ну Кто Кому Какая Польза Что Сваи С таким Трудом Мы там Делаем В лесу Обрабатываем Шкурим Сушим Заостряем А смолили А ты Пришел И сжег Какая Тебе Польза От этого А что Больно Было Ну Мне больно Ладно Голубей Действительно Мне жалко То Другое Ну А ты То Как Никак И мы Это Я Почему У меня Покоя Никакого Нету И как Мысль Такая Пойти Попросить Прощения Я говорю Кто Не знает Про Это Нет Забудь И Все Я Никому Не говорю Тебе Понял Нет Мы Не Знаем Его Никто Нет Все Больше Этого Говорю Нету Забудь Обнял Его Поцеловал И он Ушел С этим И Стал Другом Вы Не говорили Ни разу Имени А Вы Имени Зачем Господь Располагает Сердце Первая книга Вот стихи У меня Не до что Было Я только Молюсь Дай Выкупать Сегодня Их обедом Даль Стучат Человек Заходит Саквояжек Моленький Это Вы Говорили Деньги Нужные Да Я Одно Условие Ставлю Чтоб Никто Никогда Не знал Что Я К вам Заходил Сюда Он Не Один Их Трое Работает В этой Компании А Я и выкупил Книгу Молитва Это Это все Решает Я На практике Говорю Чтоб Человек Приехал И творил Такие Пакости А зачем Чтоб Делать Больно Вам Но Мне Не больно Да Неприятно Но не больно Потому что Я знаю Бог дал Был взял Я просто Делюсь опытом Главное Это молитва Если молитва Есть Все А то Что сказали Увидели А нас Там плохо Против Меня Ни слова Сказаны На ролики Профессионально Ставленные Там С рогами Голова Отрезная В блуде Нахожу 220 роликов Примерно Считали Это вместе Путин Медведев Дональд Там И все Еще меньше Получится Значит Кому-то Стильно И стильно Это наступаем И поэтому Как делали Так и будем Делать Мы освещаем Все И людей Это привлекает Мы увидели Никакой подделки Мы не слепляем Вот как было Так выставили Выставили Люди Видят Как выходить Из этой ситуации Как это делать Вот сейчас Что мы В интернет В эту Сейчас рулетку Заходят Это Ой-ой-ой-ой Среди мусульман Там Какая Какая Паника Началась Потому что Совершенно Новый подход К ним Я показываю Коран Но больше Они не услышат А у нас Это ваша книга Я по своей Говорю У нас написано Недругого имени И все места Привожу Я ее исследовал Нашел 5000 Кажется 126 Разногласий Между Библией И вашей книгой А вы Плющите На 600 лет Позже Я вас Не трогаю Занимайтесь Своим У нас Вот оно Описано Совершенно Новый подход Сейчас к ним А вы Когда начинали Знали Не знал Я молился И Господь Мне показал Какой путь Единственное Правильный А что Даниила Неправильный Сосоев Священомученик Но у него Совершенно Другой был Подход Он их Разбирал А я Не разбираю Я показываю У меня Библия Хорошая книга Хорошая По хорошей книге И кто Приходит Не исповедует Христа Пришедшего Во плоти Из Духа Тихи Христа Так что Мои Это вы Сами Решайте У нас Написано Это на 600 Лет раньше То есть Я должен Такие Стихи Места Писания Затрубить Трубу Чтобы каждый Понял Они Против Меня Идут Или Они Мне Помогают Все Еще Можно Я скажу Чутка Повторяться Нет Я не А Гитлер А Сталин И так далее Да Что такое Слушайте Да Самооправдание Хоть как Говорите Значит Когда Гитлер Построил Храм Православный В 35 Году Ему Дефирамбы Пели Православные Ну там В Германии Прям Дорогой Канцлер Это Адольф Гитлер Благодарим Вас От всего Сердца До Божьей Благословения На вас На всех На эту Страну Теперь Дальше Когда Началась Отечественная Война Наши Митрополиты Митрополиты Начали писать О том Дорогой Иосиф Виссарионович Будет Благословение На вас Против этих Гадов И так далее И тому подобное И ни один Не написал Истину И правду Никто не писал Только В зарубежной Церкви И то И тот И другой Два палача Ну люди Боятся Говорить Об этом Потому что там Гитлер Стенки поставит Здесь Сталин И куда деваться А все Мы верующие Нам политика Не нужна А что же вы Там Сатану Провозглашаете Этого Гитлера А тут Сатану Сталина Провозглашаете Благословение От Бога Даете ему Почему Потому что Вы трусы Вы не верите Истинно В Господа Бога Вот поэтому Вы все И делаете А если Было У вас Рождение Свыше Вы бы К стенке Пошли Как многие Наши верующие Люди Православные При большевиках А теперь Не рассуждайте Не рассуждайте Там все Небестолковые Рассуждения И не только Для наших Братья и сестер Которые не хотят Это знать Есть люди Которые приходят К нам И через интернет Они тоже Должны знать Что не Сатан Надо нам Провозглашать Демонов этих А Христа Власть И еще Я хотел сказать Пример детям Мы показывали Они на наших глазах Растут Вот место Вот Ефросини Они с нуля были Я их знаю Вот они вот такие Вот были еще Даже Мама ходила Беременная Я видел И одну И другого И третьего И всех четверых И я другого Примера не показывал Я Ни разу Ни одного занятия Не пропустил Но если только Работа Бывала у меня Работа Да Постоянно был на занятиях Рядом с Игнатием Тихоновичем Он не пропустил Ни одного Я после него Наверное второй И я только один Мог им пример показать Ходите на занятия А то Такого Учителя Не надо Такого Не надо Нет других Учителей Никаких Сказал Моначатство кончилось Садь будет расстрелян Еще после Как будто Никого нет И вдруг Бог заговорил Вот это для меня Тайна Как Тутовые деревья Зашумели Что Но заговорил И дальше Прямая речь И Бог сказал Не пощажу И не по-милую Ибо они Вымыслами человеческим Заменили Слово Божие Другой причины нет Это не надо Обходить И вот среди Были люди Которые говорили Хорошо Пели Дефирамбы И царю И все Но были те Которые никому не пели Это вот у меня К христиану православию И там Первая же страница Ну это Написано Иерониме Стридонском В 420 году умер Иероним Стридонский Для нас Ян Златоусту православную Фитургия Все главное Для западной церкви Для католиков Иероним Стридонский Святой Жером Это по ихному И что Он пишет О нравственности Священства Это что мы выслушали Это Ягодки Да благодарность только Там другое Язычники От руки Переписывали Везде Распространяли его труд Все друзья До единого Все отказались от него Ты мать церковь раздел Ты тот Кто кричал раздел Ни одного нету А он остался один Самый великий Он показал Что делалось Они сегодня прячут Я в Жорданбильской библиотеке Это центр Зарубежной церкви Я спрашиваю Есть у вас Святого Иеронима? Есть Но в руки не даем Не даем Не даем А потому что Такие уже были И вдруг внезапно Сейчас вот этот Эларион Алпеев Говорит там И показывает Это святой Святой говорит Как будто сегодня Что мы Бога не любим Бога не знаем Сами себя обманом Ходим Ну уж А это правая рука Патриарха Кирилла Приглаживать И прочее Это не надо Это называется Любвисты Сказал это Вот нам говорят Вы зарубежная церковь Говорите Тут все это Сергея Садуру бежом Гитлеру Пели хвалебные гимны Я объясняю Он разрешил Как канцлер В свое время Храм строится Не один год Еще никакой войны не было И они строят храм И построили И сказали Благодарим тебя Больше ничего А то Благословил войну Того не было Сегодняшние эти попы Краснозвездные Звездонья А они теперь Нас упрекают А во что же Митрополит Анастасий Пел Теперь он бы не пел Нигде нету Только благодарность Благодарность Что разрешили В таком важном городе Много наших людей И построили храм Ну храм Действительно отличный Там не знаете Это Баденбана Или где это В каком месте Не было этого Что как это Сталин Патриархию сделать Карманы Разводить Заразу коммунизма По всему миру Они фашизм не развозили А они не делали так Вот вы знаете Николай Японский Касаткин Он в Японии был А тут война японская Пятый год И он пастве сказал Война идет Вы молитесь За своих Это его повесили бы сразу Если бы наши Зарубежные сказали А сам ушел Заперся в другой комнате Стал молиться И победа была На той стороне То есть Получается Его Он канонизировал Святой Николай Японский Касаткин Выходит молитву Бог его не принял Японцы победили Вы говорите Люди-то не знают А он говорит Я там коснулся Когда в пленах-то там набрали Русских-то Ну надо им помогать И им там приносят Верующих-то Никого нету Офицерский состав Почти поголовно Не верующий Это его записки Остались Мы бы не знали Это состояние России перед революцией Скрывать это надо Или говорить А вот не нравится Он так говорит Ну не так говорит Да Не так Не той А куда нам знать Сегодня Ну ладно Один ласковый Приглаживает Покажите Где Плоды Это ласкательство А это приходит Я не говорил Я невесту не видел Не знаю Я вообще не знаю А тут показывает Какие у нее ногти Накрашенные Почему Она показывает Если она не стыдится Показывает А почему теперь Не сказать Что это не по-христиански И предвидеть вперед Даже не надо Она будет тянуть в мир Да И человек Который говорил об этом Ему подставки Никто не делает А он сказал По ревности Почему это не понять А он не по ревности Он злой просто такой Он Он со злой Но сказал по делу Да давайте Новое обвинение на него Но это он такой Грубиян там То-другой Он хотел Чтобы он слушался А чтобы вы жили Долго-долго Вот в чем дело Все Будет в другом Во свете Библии Если смотреть Мы другие будем Меня со всех сторон Клянут Клянут Но только труп Его увидя Как много сделал Он поймут И как любил Он ненавидя Николай Алексеевич А толку-то Голова на блюде Будет принесена Он сказал И остался в веках Он мученик Так а польза какая Бог рассудит И написано Из рожденных женами Господь говорит Не рождался больше А что он сделал Голову зря положил Маленько надо было Смотреть Он смотрел И знал Конечно он знал Он видел Как он себя ведет Если человек По женской линии Схватился где-то Его не оторвешь Она что угодно идет Да ну Считай Тараса Бульбу Куда Андрейка пошел Какую полячку полюбил И отец его когда схватил Когда он громил своих И он говорит Заманите одного Он один его Шашкой брякнул Чтобы не порубить И он за ним загнал Гнался А он его в лесок-то завел И отец перед ним стал И он сразу И так перешел Так слазь с коня Я тебя породил И я тебя убью Вы знаете Да это известно Гоголь писал А в этом смысл Глубокий заложен Очень глубокий Женщина Он потерял голову Гера-то из-за чего Обещал А если бы Маршал попросил Голову Не дали бы И везде так Вы знаете Когда спрашивают Какую самую власть Самую силу имеет Вторая книга Езры Ну кто говорил Самая сила Вот то То другое И один сказал Женщину Где бы не воровал Где бы не грабил Что И все К ногам возлюбленных придет Я видел Говорят Всемирного императора На него взгляну Бояли все А наложница Сидела рядом Снимала с него Венец с головы Чтобы не упал И била его по щеке И он ластился К ней смотрел В глаза Чтобы только Примирилась с ним А тут замешана Женская порода И если будет не так Тогда вспомнит Из-за того Что он сказал Сказал Что это не так На семейную жизнь Это не повлияет А мирские привычки Они будут Вылазить и вылазить Потому что Обращение Смирение От страха Божия И об этом Если сказали Притом заранее Да ему надо Претерпеть Кто это говорил Я видел Это я не говорил Просто я боязливый Вот А другой человек Смело идет Я бы мог говорить Это Но я перед тем Как говорить Я неделю еще стою Да плачу Да молюсь Да И опять спрячется То есть Трус Я не боюсь В этом сказать Об этом А другой смело Вышел Ну и получил За хвост дали А теперь по уголькам Ты не говорите Теперь начинаете Сиди уж молчи Как было На воде шар Опять Все у меня Хорошая семья Можно подумать Какой-то другой гор У нас вообще Братья и сестры Обращаюсь к вам Ваше внимание Алексей Семен Чисков Жит у нас в больнице В очередной раз Сделали ему коронарографию Из тех шунтов Которые ему сделали В Новосибирске И сделали стенты В Томске Один из них Опять забитый Тромбами Поэтому Нужно будет Второй раз Стентирование Делать уже В этом Тромбированном Стентированном Шунте Но это будет Сделано Через две недели Когда вылечат Эрозии в желудке Так что Всем поклону Продолжение следует Он соблюдает Он соблюдает Все что нужно Завтра Его наверное Выпишут На две недели Нужно будет Повторно Сделать Следование Желудка Если там Эрозия заживет То будут Сделать Стентирование Ну все Благодарить За молитвы Это очень Хороший Человек Очень Хороший Но молиться Надо И чтобы он Тоже помог Постому Молитвы Скажем Он какой-то Такой Квелый Безразличный Почти что Ну верующий Марина Путешествий Помолитесь Достойно Есть Якова Истину Блажить Детя Богородицу Присно Блаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Бессравнение Серафим Безыстрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Наплеменников От Нутрних Расприй От Беззакония Которые Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правители Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Так же Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И инославным Инославным Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что Оставили Тебя И Слово Твое Изреченное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Сокрыли Имя Твое Бог Иегова Дух Святой Да Наставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Вопия Авва Отче Господи Научи Нас Семикратно А в день Прославляет Тебя Застуды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Господи Прими Нашу Молитву Возди Аня Рук Как жертву Вечерней Благоухания Приятной Перед Прессором Благодат Владыка Просим Тебя Господи Соедини Нашу Молитву С молитвами Всех Святых Молящих Тебе На небе И на земле О всемогущий Создатель Наш Преклони Ухо Твое Ко всем Кто молится О нас Во благо Нам И исполни Их Прошение Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Сына Твоего Единородного Господа И Бога Нашего Иисуса Христа И пролитой За нас Крови Его Пречистой Прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Аминь Добавляю Поговорка Одна Спасенная Душа Стой Больше Целый Мир Полный Золотом У нас Прошлым Годом Сколько Десять Человек Все давно пришли Через интернет То есть У нас Несоразмеримые Смедения О интернете До этого Было Которые Двенадцать Которые Приезжали Все пришли Которые Вячеслав Все пришли Только через интернет Через Наш Ютуб Вы ее Уморили Бедную Нура Встаем Друшенька Все Моримся Продолжение следует...